Всем приветики, друзья! У нас сегодня с вами очередной ремонт для наших подписчиков. И в этот раз подписчиком оказался земляк из города Гродно. Вот такой замечательный HP Pavilion Gaming 15 нам прислал ремонт. А если быть максимально точным, то эта моделька у нас 15DK10PS9UR. Только-только из коробки извлечён он. Разумеется, под запись мы обычно, когда получаем технику по средствам доставки с DEC либо почтой, всю распаковку, все дефекты на камеру фиксируем. И сразу мне в глаза побросилось. Отсутствие резиновых накладок, которые возвышают данный аппаратец над поверхностью, где он установлен, то есть одной, второй, а нету. И также есть некислые такие вмятины на корпусе, на разных частях. И следы проникновения. Быстро показываю, ну и, соответственно, отправляемся разбирать. Вот этот угол, вот, соответственно, следы проникновения. Это царапины, но, в принципе, на скорость никак не влияет, но, тем не менее, имеет место быть. Ну и по торцам на крышке с этой стороны небольшие задиры. Вот, допустим. А вот с этой стороны уже чуть посолидней. Прям прилично посолидней. Вмятина. Здесь вмятина такая хорошая. Ну и на топе тоже я вижу какие-то такие шероховатости, как будто чем-то прошлись. Аппарат, со слов заказчика, на ровном месте потух. Предварительно пропал Bluetooth-модуль. Он еще, видите, не обвернут, не, соответственно, подготовлен к разборке. Часто есть правильные отразумения. Так вот, он потух, он его занес в своем родном городе на диагностику. Вроде ремонта не было полноценного, лишь диагностика. И, соответственно, мы сейчас с вами будем диагностику свою уже проводить. Вот, и если все согласуется и утрясется, то, разумеется, аппарат вернем к жизни. Ну, я очень надеюсь искренне на это. Соответственно, сейчас дело встает за малым. Подготовить его к разборке, разобрать и посмотреть, что там внутри. Потому что подключать в таком состоянии неизвестно, в каком положении там все внутри. И, да, что там да как, лучше перестраховаться, разобрать, посмотреть, хотя бы предварительную диагностику сделать. Ну, а потом уже подключать к блоку. Опять же, со слов заказчика, сам не проверял, аппарат отключается на 5 секунд и выключается. То есть, загорается индикатор на кнопке включения, после чего проходит несколько секунд, вроде 5 он говорил, и аппарат тухнет. Давайте разберем, посмотрим, что там под капотом у данного экземпляра. Товарищ, встречайте, плат прошла уже стадию предварительных ласк. Она полностью раздета, и эта мадам может вам продемонстрировать все свои прелести. Сказать по правде я приятно удивлял. Почему так? Да, потому что встретить сейчас доску мало-мальски в приятном, хорошем и нетронутом, что реже, состояние является больше, наверное, для нас исключением, нежели правилом. Так как обычно попадаются немножко в другом состоянии материнка. Здесь прям все хорошечно, я не обнаружил ни следов пристраивания горячего паяльника с сервисмена, который производил диагностику до нас. Также не вижу попадания только проводящей жидкости, осмотрев плату бегло. Ну и по состоянию текстолета можно сказать, что механика обошла материнку стороной. А это, как говорится, меня не может не радовать. Единственное, ну это замятые пленки, здесь видно отклеивалось, здесь скорее всего тоже отклеилась такая она подуставшая. Но это только эстетика, и в принципе глазу заказчика она вообще никак не видна и недоступна. Да, скорее всего отклеивали, чтобы получить доступ вот к этому дросселю, чтобы измерить сопротивление. Единственный момент, который меня мальца напрягает, наличие наскального рисунка, вот этого черного, да, на подложке рамки СПЮ. Плата у нас построена на камни микроархитектуры Comet Lake, 10-е поколение, по маркировке SRH-84, по май 510-300. И если этот камень отдал Швартову и отправился к богам, то соответственно будет не совсем дешево, потому что этот юнит и этот юнит на этой материнке самые дорогие товарищи, именно в денежном эквиваленте, да, хаб тут подешевле. Ну и в принципе, наверное, стоит представить набор микросхем, основных, да, действующих лиц, на которых этот плат построен. i5-10-300H, 470 и хаб, и N18-EG1-65A1. ТВ красиво большой, обладает шестью еще в комплекте микросхемами VRAM, это нос RTX 2060 на 6 гигов. Итак, сейчас я предлагаю вам отправиться в увлекательный мир, разумеется, без особых комментариев, потому что это тема относительно избитая, в мир предварительной диагностики. Я оценю сопротивление как после входных транзисторов из инфета и РБФета. Вот, ну начнем по порядку, как это должно и быть на самом деле, прежде чем блок питания подключать и запитывать на материнку. Потом по выходам основных источников питания, импульсного типа, которые формируют напряжение для уже основных потребителей на этой доске. Если на этом этапе что-то вылезет, то будет хорошечно, и, соответственно, диагностика моя сократится до безобразия. Ну а если все будет хорошо, то, соответственно, будем подключать к лабораторнику, смотреть на поведение платы, делать выводы. И если понадобится, то, а скорее всего, если на этом этапе все будет, как я сказал, то, разумеется, понадобится уже сделать детальную диагностику. И выщемить причину поведения данной платы. Напоминаю, со слов заказчика, так мы эту плату не подключали, еще к блоку не включали, ноутбук включался на пару секунд, горел зеленый светодиод индикации. Вот тут расположены. И буквально через пару секунд он тух. Соответственно, ни картинки не было на матрице, да, и, в принципе, по тому, что, соответственно, рассказал заказчик, есть, и наскального рисунка, да, вот этого, есть некое такое предположение, что, возможно, CPU проблема. То есть, не поднимаясь в питание едет процессора из-за неисправности CPU, ну, и вот этот вот черный знак говорит о том, что камень дохлый. Но я пока лишь только так фантазирую. Давайте приступать уже к делу для того, чтобы мало-мальски расставить точки над И. Щупаю в руки, и понеслась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Время подводить итоги, господа, мои диагностики. Для этого я воспользуюсь своим инструментом для вынесения приговор. Итак, на этот раз у нас в аналлой истории отправляется HUB 470, и на этой плате уже аж целых два юнита, которые имеют черную метку. Но в процессе проведения этой самой диагностики, как предварительно, так и основной, я все-таки склонен полагать, что CPU i5-10300H на этой доске живее всех живых. Чем, кстати, не может похвастаться 470-й HUB, а точнее PMC, ну, если на русском контроллер электропитания, который интегрирован в структуру данного чипа, он свои функции в полной мере не выполняет. Все условия на плате присутствуют для HUB и для PMC, в частности, для того, чтобы он данное тело движение осуществил, но слипов как не было, так и нет, даже нет попытки. Соответственно, исходя из всей собранной информации, которая не в полном объеме, разумеется, в данный ролик вошла, потому что вы очень тепло приняли предыдущий ролик по VRM-у CPU 11-го поколения, где, в принципе, информации не так-то много и было. Вот, поэтому я вывод делаю очень даже неплохо. Если кому-то интересен алгоритм запуска материнской платы в деталях, подробностях, то необходимо тому или иному контроллеру или чипу на материнской плате для того, чтобы осуществить то или иное действие. Ну, одним словом, кто хочет получить эту информацию в более развернутом виде и покопаться поглубже, то для этого и существует мой проект с обучающими роликами. Ссылочка под этим роликом в описании. Теперь, ребятки, мне осталось подготовить данную материнскую плату к рандеву с паяльной станции. Для этого всё лишнее я с неё, разумеется, сниму, выставлю на стоечки и сделаю... Что сделаю? Да, сделаю замену неисправного чипа на абсолютно новый. Приступаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, господа, товарищи, давайте подводить итоги данного мероприятия. Держу вот так вот на фоне рабочего аппарата неисправный 470-й хаб, который не двусмитленно намекает, что лишь замены этого чипа, который был выявлен в процессе проведения корректной диагностики и редактирования последующей, разумеется, у Ефи после замены чипа, привели к ожидаемому положительному результату. Аппарат полный собран, оттестирован, одним словом, всё хорошо. И, учитывая, что больше в руках я ничего не держу, дополнительных косяков выявлено не было. Тот процессор, который здесь установлен, опять, здесь 300H, по-моему, да, живее всех в живых, но я целенаправленно не стирал чёрную метку, вдруг это заказчик оставил, для его успокоения пускай остаётся всё как есть. Пожалуй, можно подводить уже логическую черту в ремонте данного ноутбука. Он полностью обслужен, оттестирован, учитывая, что заказчики другого города, мы, конечно, ещё погоняем его пару деньков и будем его аппарат возвращать уже в рабочем состоянии. И в завершении ролика хочется поблагодарить и выразить уважение тем ребятам, которые диагностировали его до нас. Реально очень приятно, когда техника поступает после профессионалов либо тех людей, которые руководствуются одним из золотых правил ремонта, не сделай хуже, и с ней гораздо приятнее работать, нежели с кучей болтов, да, либо платой, которая просто изуродована. Да нельзя. Это история про ответственных ребят, поэтому от меня вам привет. Спасибо, если смотрите этот ролик. И могу пожелать только одно. Так, держать, красавчики. На этом, ребятки, у меня всё. Всем крепкого здоровья. Увидимся, когда увидимся. Пока-пока.